Сегодня мы снова вернемся к теме манипуляторов для MMO и MOBA и поводом к этому является выпуск компании SteelSeries первой после долгого перерыва многокнопочной мыши. Самым интересным является то, что создавая Rival 500 в компании решили пойти не по проторенной дорожке путем установки обычного цифрового блока под большой палец, а несколько переосмыслили эту концепцию с точки зрения эргономики. Коробка SteelSeries Rival 500 вряд ли чем-то удивит, но и придраться к ней точно нельзя. Мышь упакована качественно, в комплекте каких-либо дополнительных аксессуаров нет, только документация. Дизайн Rival 500 во многом схож с другими манипуляторами из этой линейки. Черный матовый пластик софт-тач покрытием, прорезиненные места касания пальцев, подсвеченный логотип на подладонной поверхности и колесико мыши. В задней части находится резиновая вставка, ставшая уже визитной карточкой мышей SteelSeries. Ее можно безо всяких проблем заменить и напечатать новую на 3D принтере, благо чертежи на сайте есть. Мышь достаточно сильно напоминает уже знакомую нам модель семейства Rival – модель 700 и похожа на нее за счет общих черт. Исключение составляет большое количество дополнительных клавиш, речь о которых пойдет далее. Rival 500 – это достаточно крупная мышь с эргономичным корпусом для правшей. По своим габаритам она схожа с основными конкурентами – Rocket Knit, Logitech G600 и Razer Naga. В руке мышь лежит достаточно уверенно, в этом заслуга использованных материалов корпуса на всех основных панелях. Вес мыши составляет почти 130 грамм, масса распределена по корпусу практически идеальна. Rival 500 отлично подходит не только для длительных игровых сессий, но и для повседневной работы, в чем заслуга также выверенной эргономичной формы. По уровню комфорта это одна из самых удобных MMO-мышей, представленных на данный момент на рынке. К качеству материалов вопросов нет, равно как и к сборке. А теперь давайте поговорим о самой главной особенности – дополнительных клавишах. Здесь их 15 и, как вы уже могли заметить, производитель сознательно решил их сконцентрировать не в одном месте, а распределил их местоположение по всему корпусу в зонах досягаемости для пальцев. Но самый больший интерес вызывает группа боковых клавиш. Здесь их 6. Они расположены вокруг площадки места касания подушечки большого пальца. Она выделена оранжевым маркером. Идея в целом интересная, однако некоторым клавишам, особенно тем, которые находятся ближе к задней части мыши, не хватает жесткости, вследствие чего порой возникают ложные нажатия. Еще одним интересным моментом является возможность блокировки двух нижних боковых клавиш. Это может пригодиться тем, кто не нуждается в таком количестве кнопок, но хочет получить место отдыха большого пальца. Переключатель механический и расположен на днище. Что касается дополнительных клавиш, то о них, в общем-то, ничего особого сказать нельзя. Речь идет о дополнительных клавишах рядом с основными. Около левой их две, а около правой одна крупная. Решение тоже вызывает вопросы, так как удобно ими будет пользоваться только людьми с длинными пальцами. К основным клавишам претензий нет, их жесткость и длина хода оптимальны. Кстати, колесико-мыши оснащено качалкой для боковых наклонов, что можно только приветствовать. Начинка у Rival 500 на уровне, хотя удивительно было бы обратное. В качестве сенсора используется оптический PixArt PMW3360 с максимальным разрешением 16000 CPI. Минимальный показатель составляет 300. К счастью, в SteelSeries уже давно отказались от использования дополнительных ускорений. Для настройки мыши используется стандартная фирменная утилита SteelSeries Engine 3. Каких-либо новых функций в ней нет, поэтому перечислим лишь основные. Настройка действий для каждой клавиши, в том числе и привязка макросов к ним, настройка подсветки, высоты отрыва и ускорений. А теперь давайте подытожим. Познакомившись со своей концепцией MMO-мыши от SteelSeries, мы можем с уверенностью заявить, что такая идея тоже имеет право на жизнь. Да, по количеству клавиш мышь проигрывает некоторым своим конкурентам, но благодаря выверенной эргономике и расположению клавиш мышью пользоваться очень удобно. Без нюансов, как обычно, не обошлось, но в данном случае они не критичны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова